Всем привет-привет! С вами Александра Черная. Я художник, преподаватель по масляной живописи и мастер мастихина. Мы с вами продолжаем творить, заниматься красотой, изображать цветы. В этом видео мы с вами начнем и закончим нашу розу в цвете. До этого мы ее разбирали при помощи карандаша, смотрели ее силуэт. Если не видели, посмотрите предыдущие видео на нашем канале школы. Сегодня мы в цвете уже решим нашу розу благодаря объему, изобразим ее. Я вас также хочу пригласить на свой бесплатный вебинар, который состоится уже совсем скоро. Вся информация в тексте под этим видео. Приходите, регистрируйтесь, мы будем там также творить. Будем писать сюжет, который выбрали вы путем голосования в наших социальных сетях нашей школы. Ну а пока давайте напишем нашу розу. Сначала вдохновимся еще раз внешним видом этой прекраснейшей розы и уже будем ее писать в цвете. Смотрите это видео. В прошлом видео мы с вами поговорили про силуэт, про форму. Построили набросок при помощи карандаша на обычной бумаге. И прям свой рисунок я при помощи копировальной бумаги и карандаша перенесла на бумагу для масла. Либо на холст можно. Это специальная бумага для масла. Такая плотная, как выглядит, как картон. Специальная обработка. У нее текстура полностью воссоздает ощущение холста. Работы на бумаге сохраняются тоже достаточно длительно. И не занимает много места. И можно такие открытки, этюды делать или тренировочные работы делать на бумаге для масла. Подготовила несколько цветов красок. Это масло. Два желтых, два красных, два синих. Ультрамарин небесно-голубая. Коричневый. Либо умброженая, либо умбронатуральная. Либо марс коричневый. Индиго. Это лимон. Кадми желтый темный. Кадми красный светлый. Белилый, конечно же, титановый. Референс. Пару кистей. Поменьше, побольше. И разбавитель. Возможно, мастихин пригодится. Перевела силуэт. Закомпоновала также примерно в формате. Это формат А4. Альбомный лист. И здесь у нас есть предметы. Фоновое пятно. Ну и, собственно, акцент, конечно же, на предмет. Хочется розу эту увидеть в объеме. Поэтому и для того, чтобы она так же оранжево горела. Была такой цветом огненного. Цвета огня. То логичнее сделать темную среду. Темный фон для нее. Это может быть какой-то грязно-болотный цвет. Видите, здесь красиво сочетается грязно-фиолетовый. Вообще красивое сочетание фиолетового-зеленого. И, собственно, из этих же цветов получен сам цвет розы. И листья тоже такие зеленые. Но очень сильно отражают поверхность неба. Поэтому они такие белые, голубые, салатовый цвет. Тоже очень интересный. Мятный такой цвет. Капельки от дождя. Капельки такие розы вы можете изобразить даль. Потом сами по-сухому. На нашем YouTube-канале есть урок от Надежды Ильиной. По тому, как изображать капельки воды на поверхности. И вы можете их дополнить уже по-сухому. Я возьму кисть плоскую. Очень рекомендую взять плоскую. С прямым срезом, либо с диагональным. И начнем с цветка. Чтобы цвет у розы остался более чистым. Пока не потянулся фон. Чуть-чуть макаю кисточку в разбавитель. И беру сначала нейтральный цвет. Такой базовый цвет. Это оранжевый. Можно пользоваться готовым оранжевым. Можно смешать тепло-желтый с теплым красным. И также получить оранжевый. Можно все пятно полностью закрасить этим цветом. И дальше уже включать светлости, темности. Работать на изображение объема. То есть сначала лучше изобразить, сделать себе базу для того, чтобы комфортно работать. Ну, кстати, у меня вот просвечивается мой карандаш. И я прям так сверху не толстым слоем заполоню, закрашу полностью сначала от пятна, от общей массы. Со всякими остростями. Не торопитесь в этом, когда особенно подходите к краям предмета. Не торопитесь их как-то перекрыть. Старайтесь сохранять вот эти острые углы. И старайтесь, чтобы следить за тем, что у вас рука не подкручивала движение, чтобы не было округлого силуэта. Потому что сейчас кисть, когда с кистью хочется, вот такие вот создания, создание мазков. При создании мазков получается, что работает движение руки, работает по запястью. Есть некое такое полукруглое движение, от которого нужно стараться отходить, чтобы не было прям все время такие вот не получались в итоге пионы, пирожочки, округлости. Чуть добавляя лимона с верхней правой стороны, можно посветлее. Белила пока не добавляю, не торопимся. Чтобы роза горела, нужно положить такой насыщенный цвет без белили. Потому что белила не только высветляет, но и убледняет цвет. Соответственно, убирают такую яркость, насыщенность цвета, огненность. Особенно вот в изображении оранжевых цветов белила будет очень сильно мешать. Вот некий нейтральный фон. Так как вы, кстати, если будете работать на бумаге, либо на холсте, на картоне, или на просто картоне грунтованном, то у вас будет примерно такое ощущение будет также высыхать, впитываться, вытягивать поверхность из краски масла. Это нормально. Если работать на более таких проклеенных холстах, то будет скользко. Нам для того, чтобы работать по сырому, лучше даже иметь вот такую тянущую поверхность, чтобы поверхность давала возможность накладывать свет. Беру кисточку поменьше, тоже плоскую с прямым срезом. И сейчас в масляной живописи идем мы от темного к светлому, поэтому сейчас еще набираю более темный цвет. То есть беру вот этот красный и смешиваю с кроплаком. То есть два красных беру. И для сложности добавляю немного коричневого. И там, где мы видим тени, мы помним, что мы разбирали, если не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Снизу, исходя от того, где источник освещения, мы определили, что у нас источник освещения находится справа налево. Практически сверху, но вот справа налево, чуть-чуть под углом входит. Поэтому это говорит о том, что все, что у нас снизу в отвернутых участках, снизу и слева у нас более теневое. И сейчас очевидные места закладываем, там, где глаз действительно видит. Не пытайтесь изобразить сейчас лепесток, то есть еще пока мы не пытаемся. Роза, ну и как и любой цветок, дождите, наберитесь терпения. Он начнет проявляться, объем начнет проявляться чуть позже. То есть сначала мы кладем такие достаточно контрастные червячки в глубину предмета. Такое делю на схематически более темные. Используем один и тот же цвет пока. Два красных с небольшим количеством коричневого. Безбелил 100%. И вот во все зоны, где у нас отвернутый участок, либо вот полоса такая теневая в толщинке лепестка, туда мы вот загоняем сейчас эти наши затемнения. Если вы где-то выходите за контуру, ничего страшного. Фон мы будем накладывать и спокойно у нас подправится силуэт. Можно еще сменить цвет. Таким образом вытираю кисть. Беру краплак похолоднее и теперь добавляю капельку белил. Чуть-чуть, прямо один грамм белил. И вот там, где мы видим розовости. У меня краплак, точнее даже у меня цвет называется кармин, поэтому он не даст такой супер какой-то яркий, чистый розовый. То есть все равно будет такой сложноватый. Но меня это нисколько не смущает. В живописи, ну если хочется работать более декоративно, можно. Но в целом можно и таким усложненными, усредненными работать оттенками. Белила сейчас вот тут чуть-чуть побольше добавляю. На палитре, кстати, кажется уже вообще супер светлый цвет. А в картине, в живописи цвет по-другому воспринимается. Потому что цвет всегда относителен. Относителен той среды, в какую мы его помещаем. Видите, по краям роза такая имеет два цвета или там три. То есть вот очевидно, прям она с градиентами. От желтого к оранжевым, красным и потом розовый. То есть несколько цветная роза. Собственно, это мы ей пытаемся передать. Даже сейчас я вытерла кисть. И для того, чтобы веселее стала работа, я перейду на еще самый светлый. В отдельной кучке беру белила лимон. И немного добавляю второго желтого. То есть два желтых и белила. Чтобы цвет был тоже посложнее. И сейчас наоборот. Там, где видим очевидно освещен. Это еще не самый яркий свет. Не самый, да, такой финальный свет. Но уже будет у нас светлее, чем средний тон. Сейчас кажется, что не такой яркий, как на натуре. Но это потому, что рядом лежит белая бумага. И как только мы... И отношение сейчас цвета сравнивается с этим белым. Но как только мы возьмем и закроем наш фон. То самым светлым станет уже как раз таки цветок. Вот эти отвороты. И все встанет на свои места. Сразу немного градиента добавляем. То есть что это значит? Проводим полосу в контур. И чуть-чуть такими поглаживающими растушевательными движениями проходим немного вглубь цветка. Не накладываем. Чистыми белилами не работаем. То есть не накладываем. Не бомбим краской. А вот такими втирательными движениями. Но помним, что очень угловато мы должны держать силуэт предмета. И что такое длительная зарисовка? Что такое длительная работа? Это просто в каждом внутри одного лепестка. Сейчас я беру теплый красный с белилами. С небольшим количеством белила. Внутри листика, например, мы делаем градиенты, растяжечку. И тогда у нас получается работа более длительно выглядит. Белила с маленьким количеством розового. Да, в чистом виде белила не накладываю. То есть все время даю оттенок. Хотя тут я лучше уберу потом. Ну и конечно же у нас в тенях предмета должен отразиться цвет соседа. Здесь цвет соседа зеленый. Поэтому беру ультрамарин. Теплый желтый. Это у нас зеленый получается. И вот смешиваю с теневым нашим. Два красных и коричневого. Зеленый такой красно-коричневый цвет получается. Ну по сути серый грязь. И еще немного вот воротики. В нижнюю часть, в глубинку добавляю вот этой вот, если хотите сказать, грязь. Ну она нужна для живописи. Тогда вот внутри. Чуть-чуть. Такую легкую грязненку. Вот в этой зоне получается, где лепестки направлены на нас, на зрителя. Грязненка она нужна. Вытерла кисть. Можно немного наметить листья. Это два синих в пользу небесного. Небольшое количество белил. Чуть-чуть лимона. И наверное еще все-таки два желтых возьму. Два желтых, два синих белила. Я уведу немного в большей степени бирюзы. Что это значит? Что это я утрирую цвет. И пока тоже так вот одноцветно, односложно. Закрашу ромбики. Листья это ромбики. Они у нас как-то прямо находятся. Вначале точнее они в силуэте прямая линия. А потом вот на концах такая вот стринка. Зубчики. Можно взять кисть побольше, если хотите, для этого занятия. Можно такими. То более белильно, то менее белильно. И вот, да, у роз есть особенность. Их лепестки похожи на ромбики. Их зелень. И имеют зубчики. Ближе к внутренности, туда вот в глубину цвет может темнеть. Ближе к краю цвет светлеет. Это такие у нас будут светлые пятна на фоне общего фона. Вот эти несколько листьев выделятся. Небесно-голубое белило. Вот туда вот кверху. Дальше это же не только вверх. Во-первых, вверх ближе к свету. К источнику. И также еще и от нас далеко. Потому что у нас идет еще такая диагональная перспектива. Можно, в принципе, не сильно ровно это было наносить. Эти цвета. Потому что сейчас мы все равно будем накладывать фон. И если что, положим. Сюда вот можно потемнее, да, в основание. И можно переключиться на кисть побольше. Можно взять даже эту же оранжевую. Ничего страшного. Можно ее протереть. И набрать цвет более темный на индиго. Индиго это тоже синий. С небольшим количеством. Можно лимона, да, с такой ядреный цвет. Можно добавить небесно-голубой для плотности. И желтый. И чуть-чуть коричневый для сложности. Иначе сильно такой яркий цвет получается. И подходим вплотную к нашим пятнам. Можно еще прогрызть, так сказать, силуэт у розы. И вот я вам предложу сделать такой темный цвет фона. Видите, сразу роза начинает загораться. Потому что она перестает касаться темного цвета. Белого, в смысле светлого, белого цвета. Можно немного там мешать с ультрамарином. Что-то я хотела треугольник закрыть. И фоном, такими смелыми, широкими движениями. Можно потом взять кисть побольше. И создать. Можно полностью закрыть фон. А можно вот так же эскизно-этюдово, как я вам сейчас прохожусь. Можно вот таким образом. Широкими такими мазками. Вплотную, главное, ко всем своим пятнам. Чтобы не было ощущения светлых вот этих пародиров. Вплотную. Если вам нравится работать с темой цветов. Я очень релаксирую, например, работая, изображая цветы. Поэтому прям максимально отдыхаю на этой теме. Очень люблю. Если вам так же нравится работать, изображать различные цветы. Потому что каждый цветок очень уникален. Очень с характером, со своими особенностями. И по сути, изучив розу, это хорошо. Но можно изучать все бутоны, все цветы до бесконечности. Но все больше и больше погружаясь в эту тему. Если вам это нравится, то я вас приглашаю на вебинар, который состоится уже буквально скоро. Все подробности в описании к этому видео. Бесплатный вебинар с практической частью, на котором мы также с вами порисуем тот сюжет, который выбрали вы путем голосования в наших социальных сетях. Нашей школы. Смотрите, ищите информацию, либо пишите в комментариях под этим видео. Если хотите спокойно зарегистрироваться и не можете найти об этом информацию, пишите вам, ответят. Хочу на вебинар или как зарегистрироваться, все будет. В принципе, вся информация тоже в описании к этому видео. Не стесняйтесь лишний раз спросить. Мы с удовольствием ответим. Вот такой вот у нас с вами получился сюжет. И можно вот эти светлые пятна, цвет которых золотовых листьев, можно, во-первых, еще чуть более белильно их изобразить, чтобы также объем вышел. То есть любой предмет мы делим пополам, и он должен, и уже будет получаться объем, даже изображая просто две плоскости. Светлые, 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 темные. Ну вот какие-то такие легкие пятна, тоже вкрапления. Можно сделать вот этим зеленым цветом. С вами была Александра Черная. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok